Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла о жизни общества в 80-е и 90-е годы. Уже 90-е годы мы сейчас обсуждаем. В этом выпуске я рассказываю о том, как жил городской средний класс в этот период. И в первую очередь это касается каких-то не политических вещей, а просто жизни обычных людей. Чем мы жили, что мы смотрели, в какие магазины мы ходили, какую одежду мы носили, какую музыку мы слушали. То есть все о жизни людей моего социального круга, городской средний класс, люди, которые жили в больших городах и относились к категории интеллигенции, служащих. Ну в общем, тех, кто зарабатывает на жизнь интеллектуальным трудом. И этот выпуск посвящен телевидению. Телевидение играло важную роль в общем-то и в 80-е и продолжало играть важную роль в 90-е, потому что интернета еще не было. И в принципе проведение досуга во многом определялось тем, что транслировали по телевидению. И 90-е годы это два таких разнообразных феномена. Во-первых, это появление кабельного телевидения и бурный рост кабельных сетей. Прямо с самого начала 90-х появление новых небольших телевизионных компаний. И при этом сохранялось, конечно, и эфирное телевидение, и те большие телекомпании, которые оставались еще с советских времен. Ну вот, собственно, им мы и посвятим первую часть этого выпуска. Потому что, конечно же, эфирное телевидение продолжало традиции советского телевидения. Никуда оно не делось. И более того, оно продолжало работать на все постсоветские страны. Ну, потому что еще первая половина 90-х, в принципе, мы разделились. Но какое-то такое культурное пространство оставалось общим. И, соответственно, те телевизионные компании, которые существовали на 91-й год, они продолжали оставаться большими игроками. Это Первый канал, который, в общем-то, так и назывался. Первый канал, впоследствии он станет называться «Общественное российское телевидение ОРТ». И также российское телевидение РТР, которое поднялось как раз на волне противостояния Ельцина с Горбачевым. И одно время даже казалось, что РТР более интересный, более прогрессивный. Там программа «Вести». Ее смотрели много в конце 80-х. Ну, как это, в 90-м году. И в начале 91-го года. Но конкуренции РТР с ОРТ не выдержал. И практически все, о чем я буду говорить, оно будет касаться ОРТ. А во второй половине 90-х уже и НТВ. Что касается вот Первого канала. Еще до того, как он стал общественным российским телевидением, там продолжали работать звезды телевидения 80-х. И вот если вы помните выпуск, который мы тут уже имели в этом цикле про телевидение 80-х. Там была такая программа «Взгляд». Вот, в общем-то, из «Взгляда» вышли журналисты, которые играли большую роль. В первую очередь это Владислав Листьев. Потому что другие два журналисты, это Александр Любимов и Александр Политковский, они скорее шли в политику, там депутатами стали. А Листьев занимался телевидением. И очень многие проекты, о которых мы будем еще говорить, они связаны с его именем. Но это первая половина 90-х, потому что Владислав Листьев был убит, по-моему, в марте 95-го года. Ну вот, в середине 90-х. И его убийства, которые до сих пор не раскрыты, связывают с переделом рекламного рынка. И это, конечно, очень большая тема 90-х годов, которая не существовала в Советском Союзе. Но с самого начала 90-х она начала бурно развиваться. Это телевизионная реклама и вообще реклама и рынок рекламы. Началась реклама еще, в общем-то, в советское время, еще на советском телевидении. Но это было очень примитивно. Там были огромные ролики. В основном очень тупо сделанные. Буквально там текст на экране или там диктор читает текст о том, что какой-то там машиностроительный завод предлагает там какие-то вещи. Это были не товары народного потребления. Были какие-то промышленные товары. Явно массовый телевизионный зритель не был целевой аудиторией рекламы. Но тогда этого никто не понимал. Никто не умел работать с каналами коммуникации. Никто не умел снимать рекламные ролики. Реклама ничего не стоила. И поэтому эти огромные минутные тексты... Это невообразимо в нынешних реалиях. Но тогда это существовало. Поэтому я не считаю, что в советское время был рынок рекламы. В 1992 год и дальше идет уже действительно развитие рекламного рынка. И он очень быстро начинает приближаться к тому, что было и в развитых странах. Конечно, рекламы начала 90-х, они еще кажутся довольно аматорскими и довольно простенькими. Но видно очень быстрое развитие. То есть буквально за несколько лет рекламный рынок постсоветских стран, в первую очередь Россия, проходил дистанцию, которую, наверное, западный рекламный рынок проходил за 10 лет. То есть это вот год за 10. Так было. И рекламы развивались как по уровню съемок и по уровню монтажа, так и по уровню креатива. То есть по уровню текстов, месседжей и эффективности коммуникации. Сначала, конечно, это все было пристой и прямолинейное. Но на этом фоне выделялась одна реклама, очень креативная, хотя очень просто сделанная. Но вот зацените ее, грубо говоря, креатив. Значит, каждый день в прайм-тайм выходил ролик. Он был небольшой. Эти ролики уже не минутные были. Это уже было там несколько секунд ролик. Стул. На этом стуле сидел человек. И то ли молчал, то ли говорил, а может это была строка. Наступит день и я скажу все, что я думаю по этому поводу. И это продолжалось несколько месяцев. Чуть ли не полгода. И все вот ждали, ждали, что это странная реклама. Непонятно, кто ее заказал, что это рекламирует. Потом, насколько я знаю, оказалось так, что этот слот выкупил кто-то, какая-то рекламная компания. И она сделала вот этот концептуальный ролик, не зная, кого они будут рекламировать. И в конце концов, вот чем дольше это все длилось, тем больше повышалась стоимость этой рекламы. Потому что люди к этому привыкли. Люди были заинтригованы и ждали развязки. И в конце концов, по-моему, я не видел как раз этого выпуска, когда это завершилось. Но, насколько я знаю, там, вот в этом последнем выпуске, когда все уже открылось, этот человек, который сидел на стуле, сказал, вступайте в Менотеп. И получилось, что банк Менотеп, один из крупнейших банков на тот момент, выкупил эту рекламу. Ну, какие еще были рекламы, которые очень яркие, которые характеризуют начало 90-х годов? Конечно же, это МММ. Конечно же, МММ сначала были рекламы у них тупые, но потом кто-то сделал для них очень креативную серию реклам с таким рабочим человеком средних лет, которого звали Леня Голубков и который, ну, так, просто одет, просто выражался. И видно, что вот там парень из народа, мужик из народа купил эти билеты или акции МММ и через, там, неделю или через две недели хорошо заработал. И начинает всем советовать, там, куплю жене сапоги. Это была его первая покупка, а потом там была целая серия, что он еще покупал в этих рекламах. Была довольно качественно сделанная реклама Альфа-банка. Там был, как бы, саундтрек уже, песня Let My People Go. Вот такая, я тоже запомнил. Была очень такая интересная креативная реклама компакт-дисков, вообще музыки на компакт-дисков, которые именно тогда начинали распространяться. Они были еще очень дороги и проигрыватели для компакт-дисков были еще очень дорогие. То есть, это была такая элитарная, можно сказать, музыка, или, вернее, элитарный носитель музыкальный. И их рекламировали, именно не конкретного исполнителя, а вообще компакт-диски. И там была такая фраза «Сиди, слушай!», где обыгрывалось «Сиди, компакт-диск» и «Сиди и слушай!». Так что вот такие креативные рекламы были в начале 90-х. И к концу 90-х я бы сказал так, что рекламный рынок России, а за ней и других постсоветских стран постепенно достиг уровня рекламного рынка западных стран. И то, что в конце 90-х это собой представляло, то, как там работали всякие копирайтеры, креаторы и прочие, как бы, деятели рекламного рынка, очень ярко описано в романе Пелевина «Generation P», который является очень хорошей иллюстрацией именно последних лет 90-х годов. Это там 98-й, 99-й, 2000-й. Очень хорошо можно проследить именно, как это все выглядело на примере этого романа Пелевина «Generation P». Вернемся к телевидению. Итак, первый канал, впоследствии ОРТ. ОРТ – общественное российское телевидение. Но я буду называть то так, то так. Неважно. Это, по сути дела, одно и то же. Этот канал был в первой половине 90-х очень сильно связан с именем Владислава Листьева, который много делал для этого канала. Он стал генеральным директором незадолго перед убийством. Ну, наиболее известная программа, которую он начинал – это «Поле чудес». Так называемое капитал-шоу «Поле чудес». Наверное, это была самая популярная такая развлекательная программа постсоветского телевидения на то время. Впоследствии ее стал вести Леонид Якубович. Мы, кстати, очень… По-моему, ее смотрели все. Ее смотрели там, когда она шла каждый вечер, что ли, по будним дням. И когда вот Листьев представил Якубовича и сказал, что теперь вот будут вести Якубович, то все очень расстроились, потому что Листьев за это время уже очень, можно сказать, прославился. Или, ну, привыкли к нему. И стал он, ну, таким неотъемлемым уже, ну, как бы, атрибутом жизни постсоветских людей. Там «Поле чудес» с Листьевым. А потом раз и какой-то другой человек, который не очень нам понравился. Но потом к нему тоже привыкли. И Якубович уже тоже вошел очень плотно в жизнь постсоветских людей. Но Листьев начинал и другие передачи, и в других форматах. В частности, ток-шоу. Именно вот такие настоящие ток-шоу, которых в Советском Союзе, в общем-то, не было. Он начал развивать. Это и программа «Тема», и это программа «Час пик». Там немножко разные форматы этих ток-шоу. Немножко там разная целевая аудитория. Но, по сути дела, вот это тот жанр, пионером которого Влад Листьев и был. Из популярных программ, которые продолжались с 80-х годов, можно выделить «Что, где, когда». И мне даже кажется, что в начале 90-х, в первой половине 90-х, «Что, где, когда» стал даже как-то чаще выходить. И более регулярно, что ли. Ну, мы его смотрели, по-моему, каждый месяц выходила передача. И это, ну, видно было, как программа поднимается, как она все более, там, антураж становится более изысканной. Такая более элитарная программа. И она была очень модной, конечно. Это была такая модная тусовка первой половины 90-х. И автор этой программы, Владимир Ворошилов, он даже создал и второй проект, который назывался «Брейн Ринг». И который тоже очень охотно смотрели. Это тоже интеллектуальная игра. Немножко там другой формат по сравнению с «Что, где, когда». Но там было большое пересечение по людям, которые в этих командах играли, присутствовали на экране. Поэтому «Что, где, когда» и «Брейн Ринг» это были очень популярные проекты первой половины 90-х. Продолжала существовать программа КВН. Ее также охотно смотрели. Она уже уходила больше в шоу-формат. То есть там вот те же студенты и там молодые преподаватели, как и раньше, они выступали. Но к чисто формату разговорных шуток добавились какие-то там костюмированные фрагменты, какие-то там песни, пляски. И это шоу, из него потом получили развитие масса других программ и вообще шоу-проектов. Ну и первая из них была, наверное, джентльмен-шоу. Это программа, которую стали делать одесситы, программа одесской команды КВН, которая так и называлась «Одесские джентльмены». Поэтому джентльмен-шоу. И это было уже, конечно, вот те тенденции перехода КВН в шоу, которые только намечались в самом КВН. В этих программах они уже развились, джентльмен-шоу, это действительно шоу. Ну а потом и другие команды начали создавать подобные программы. Ну и, конечно, сейчас все прекрасно знают наиболее яркий и известный проект пост-КВНовский. Это КВН-команда Криворожская, которая стала квартал 95. Так, ну на самом деле из советского наследия многое ушло. Ну там всякие кондовые программы типа «Сельский час», вот это все уехало очень быстро. Никто это не снимал, потому что не смотрели. Что осталось? Это всякие юмористические передачи, которые в советское время, они тоже были, мы об этом говорили. В 90-х их стало больше, они стали разнообразнее. Вокруг смеха куда-то там ушло, но появилась популярная программа «Клуб белый попугай» с Юрием Никулиным. Ну это такая олдскульная программа, где были вот эти старые маститые сатирики и юмористы. Им на пятки наступали и очень успешно. Уже молодая поросль 80-х, которая в 90-е стала мейнстримом. Это такие сатирики, как Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов, Евгений Петросян. В 80-е это все была еще молодежь, в основном писавшая для других, а в 90-е они стали уже выступать сами, со своими текстами. Они стали собирать большие залы и они стали регулярно бывать на телевидении, их регулярно показывали. И более того, они были действительно популярны и над их шутками смеялось все русскоязычное пространство. Далее, из юмористических программ, ну программа оба нас с Угольниковым и Фоменко. Никогда ее не любил на самом деле, но их много смотрели. Потом маски шоу, тоже шоу, но уже не из КВН, выросшая из других частей эстрадно-развлекательного жанра. Не знаю, как это назвать. Вот такие клоуны, юмористы. Они создали маски шоу, журнал «Коламбур». Возможно, еще что-то. Ну вот это вот такое основное. Это действительно было популярно. Начинаются новые жанры, которых в советское время, по-моему, не было. Но я не помню. Например, кулинарные программы. И первая ласточка из них была программа «Смак» с Макаревичем. И это, по-моему, это была именно первая такая полноценная кулинарная программа на постсоветском телевидении. Потом музыкальные программы. В принципе, они в советское время были, но тут они принимают несколько другие форматы. Например, «Музабосс» или «Музыкальное обозрение» с Иваном Демидовым. Такой стильный парень в черных очках вечно был на экране. И там короткая программа на, по-моему, 15 минут. По-моему, как приложение к «Взгляду» это начиналось. Ну, неважно. В итоге вот она продолжалась. Но там было по чуть-чуть о музыке. Это именно обозрение. А нового формата музыкальной программы стала программа «Угадай мелодию». Это было шоу. Это уже было шоу, чем-то напоминающее «Поле чудес». Только в «Поле чудес» надо было слова по буквам угадывать. А здесь мелодию по первым нотам. Потом любительское видео стали присылать на программу «Сам себе режиссер», которая была тоже достаточно популярной. Развлекательная программа широкого профиля «Пока все дома». Ну, и она стала знаменитой благодаря таким креативным названиям ее рубрик. Ну, очень стебным, можно сказать. Хотя это не юмористическая именно программа. А просто вот такая программа легкая, развлекательная. Где ходили в гости к каким-то звездам. И с кем-то там из них о чем-то таком легком говорили. Ну, и там одна из рубрик называлась «Зверье мое» у домашних животных. А вторая называлась «Очумелые ручки». И расшифровалась как «Очень умелые ручки». Где такие люди с шуточками-прибауточками показывали, как мастерить какие-то нехитрые приспособления в домашних условиях. Вот. Один из трендов уже второй половины 90-х. После «Листьева», когда приходит Константин Эрнст, постепенно становится главным продюсером ОРТ, тренд на ностальгию по Советскому Союзу. То, что не было в начале 90-х. Но оно стало явно заметно во второй половине 90-х. И вот такой прям мега заметный штрих. Это проект «Старые песни о главном». Где звезды советской и постсоветской эстрады перепевали песни еще такого позднесталинского времени и там раннехрущевского. То есть там 40-е, 50-е, может быть начало 60-х годов. Там всякие кубанские казаки, колхозные песни и так далее. Все это вот как для ностальгирующих по Совку представителей старшего поколения. Для детей и подростков наступило раздолье в 90-е годы на телевидении. Потому что советские мультики постепенно стали исчезать из программ. Но они оставались, но их стало просто меньше. А взамен Первый канал купил довольно свежие американские, по-моему, все это диснеевские мультики были. Это даже мультсериалы, где каждая серия была довольно длинной. По-моему, по полчаса была одна серия, их транслировали две. В сумме получалось час каждую пятницу, что ли. Ну, в общем, раз в неделю показывали. И это были такие мультики, как «Утиные истории», «Мишки Гамми», «Чудеса на виражах», «Чип и Дэйл спешат на помощь». И это смотрели не только вот там дети-подростки, но и даже и взрослые с удовольствием смотрели эти мультики. И просто было не оторваться от экрана. Потом появились уже и другие мультики 90-х. Ну, я все уже не припомню. Там был «Черный плащ», тоже мультсериал. Были полномасштабные анимационные фильмы, такие как «Красавица» и «Чудовище», «Король лев». Ну и, наверное, что-то еще. К середине 90-х на рынок эфирного телевидения. Ну, условно эфирного. Многие программы уже шли только через кабельные сети. Но это все были каналы, в том числе эфирного телевидения. И это были каналы, ну, как бы на всю страну вещавшие. Так вот, к их числу, к ОРТ и ОРТ, добавился новый игрок НТВ. И он очень быстро вошел в тройку. А потом и разделял, как бы, лавры лидера с первым каналом. То есть, к концу 90-х это стал второй и крупнейший игрок. А для многих это был и даже и самый основной канал получения информации. Там была свежая подача. Там были... Он был очень красиво и стильно сделан. Вообще сам по себе. И там была звездная команда. Ну, вот такие журналисты, как Евгений Киселев, Татьяна Биткова, Михаил Осокин, Елена Масюк, Лев Новоженов, Леонид Парфенов, Виктор Шендерович, Дмитрий Дебров. Конечно же, начинался он как новостное телевидение. Или там новое телевидение, независимое телевидение. По-разному НТВ расшифровывали. Но сначала был упор на информационно-аналитические программы. Конечно, Евгений Киселев, он был уже знаменитый журналист. Еще с поздних советских времен. И он был силен именно информационно-аналитическими передачами. Но дальше там пошли уже передачи интересные и другие. Ну, конечно же, знаменитая программа «Куклы», которая обстебывала все политическое руководство России 90-х. И там тексты для них писал Виктор Шендерович. Этим он прославился. Что касается серьезных, неюмористических программ, то, наверное, главным проектом, благодаря которому НТВ поднялся, это стал «Намедни» Леонида Парфенова. Цикл передач о жизни в Советском Союзе 1961-1991 год. Как он говорил по памяти. События, люди, явления. Определившие образ жизни. И это действительно было так. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Кроме эфирного телевидения, вторым важным компонентом телевидения в 90-е годы стало кабельное телевидение. И кабели распространились очень быстро. Там 92-93 год. Вот так раз, два, три. И уже вместо домовых антенн все подключены к кабелям. И даже чуть ли не принудительно просто все эти кабеля перекоммутировали. И тоже шло, что по антенне стало идти по кабелю. Плюс по кабелю стали идти масса других каналов. Маленьких каналов, которые тоже как грибы после дождя росли. Конечно, эти каналы в основном создавались на коленке, на каком-то кустарном оборудовании. Крутили пиратские фильмы, или там мультики, или музыкальные клипы. Чуть ли не там с видеокассет. Просто подключали это и через кабель кидали в эфир. Их появилось действительно очень много. Поэтому старые советские телевизоры, где было 6 или 8 кнопок, они уже не годились. Просто потому, что если раньше у вас был 1 канал, 2 канала, ну где-то 3-4, но в основном во всей стране это был 1, максимум 2, и вам даже 6 кнопок было много. А тут у вас прям по кабелю идет десятки буквально каналов. И старые советские телевизоры просто нельзя было все эти каналы разместить на имеющихся кнопках переключения каналов. Поэтому, да, вот и стали распространяться импортные телевизоры, где этих каналов были десятки, и пульты дистанционного управления, без которых уже стало сложно жить тоже по этой же причине. Как переключишь каналы без пульта, если их 20 или 30. Ну, в общем, эти кустарные каналы кабельного телевидения, на самом деле, они стали довольно важной частью нашей жизни, но большинство из них не пережило 90-е. Ну, я бы сказал так, большая часть, они такими маленькими и остались, и они умерли естественной смертью, где-то ближе к концу 90-х. А наиболее успешные и наиболее динамично развивающиеся, имевшие наибольшую сеть кабельную, они или развились в уже большие ТВ-компании, которые начали вещать сначала на большой город, а потом, может быть, и на регион, или даже на всю страну. Такое тоже могло быть. Но скорее их покупали и консолидировали. То есть весь этот рынок консолидировался несколькими большими игроками, которые не исключено, потому что вырастали и когда-то из такого маленького кабельного ТВ-канала. Что эти кабельные каналы нам дали как потребителю, как зрителю? Ну, конечно же, это масса пиратских фильмов. То есть фильмов, которые, да, кто-то мог посмотреть на видеокассете 80-е, но большинство все-таки не имело такого широкого доступа, а главное, не имело массового выбора видеокассет. Поэтому я, например, много фильмов посмотрел именно по вот этому кабельному телевидению. И первое воспоминание в моем случае это фильм «Повелители Вселенной». Там такой главный герой Химен и главный злодей «Скелетар». Такая немного космическая фантастика. Ну, да, в основном космическая фантастика, я бы сказал. Ну, такой вот типичный фильм для начала 90-х. Он очень в тему. Хотя сам фильм, я так понимаю, 80-х годов. Как и, в общем-то, и практически все, что крутили по кабельному телевидению в начале 90-х. Оно реально, это были фильмы западные 80-х годов. Там вот и техника 80-х, и одежда 80-х. Это все очень четко видно. Но, тем не менее, фильмы в основном неплохие. Да, там было много шлака, но в основном то, что действительно переживало время, это какие-то неплохие фильмы. Ну, конечно же, «Звездные войны». Но где бы мы все увидели «Звездные войны», как не по кабельному телевидению. Потому что на видеокассетах я что-то не очень помню, чтобы они распространялись. А вот по кабельному телевидению, да, «Звездные войны». Оман, Дюна, там, где Стинг играл, да, вот это вот 80-х годов. «Чужие», «Бегущий человек», «Крепкий орешек». В основном, как вы видите, это или боевики, или какие-то космические фильмы, или ужастики. Ну, были фильмы для взрослых, была «Эротика», которую крутили там уже ночью. В принципе, такое тоже было. Были и фильмы, которые мы успели посмотреть еще на видеокассетах. Ну, это, конечно же, такая классика, как «Рэмбо», «Терминатор», «Рокки». Вот эти фильмы, их все, наверное, в первую очередь посмотрели на видеокассетах. И фильмы про «Ниндзя», там, фильмы с Джеки Чаном. А уже также их крутили и по кабельному телевидению, в отличие от тех фильмов, о которых я сказал раньше. Ну, фильмы и там крутили не целый день. Там вообще эти каналы, в основном, они были вечерние, они где-то начинались в 6 вечера, там шел, допустим, час мультики, потом 3 часа фильмы, и потом могли быть клипы, и потом могла быть «Эротика». Ну, наверное, это даже не каждый день, клипы «Эротика» — это только по выходным. Но так вот где-то 4 часа они вещали каждый день. И у этих каналов впоследствии оформилась уникальная фишка, даже две, о которых я не могу не упомянуть в завершении этого выпуска. Ну, первая уникальная фишка этих каналов заключалась в том, что на них иногда можно было встретить действительно редкие фильмы. Это могло быть авторское кино, культовые музыкальные фильмы, ну, например, какой-то там блюзовый фильм «Перекресток». Или, вот я точно помню, в 96-й год я посмотрел фильм «Хиповский мюзикл «Волосы». Вот как раз по одному из таких кабельных каналов. Много было арт-хауса, много было фильмов классических европейских режиссеров. Опять же, ну, уже под конец 90-х так я посмотрел «Римфеллини». И я думаю, это то, что я помню. Я наверняка там посмотрел гораздо больше фильмов, о которых, конечно, о фильмах 90-х мы поговорим отдельно, но я имею в виду и фильмы и 60-х, и 70-х, которые показывали по этим каналам фильмы не на массового зрителя, которые вы бы на видеокассетах с трудом могли найти. Вторая уникальная фишка этих кабельных каналов это то, что на них можно было встретить, по крайней мере, вот у нас на каких-то каналах можно было встретить записи концертов. Причем довольно редкие иногда записи концертов. Но вот то, что для меня было актуально, да, наверное, в 90-е для многих еще это было актуально, это рок-музыка 60-х, 70-х, ну, конечно, 80-е и 90-е тоже, но в основном это 60-е и 70-е. То, что доставали как-то вот эти вот кабельщики на видеокассетах, видимо, это всякие концерты Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Doors и так далее. Вот все эти группы я во многом посмотрел именно благодаря кабельному телевидению. Послушать их я, конечно, мог благодаря тем же пиратским дискам, но вот увидеть их живые выступления в основном я имел возможность только благодаря вот этому кабельному телевидению, за что я ему крайне благодарен. И сейчас даже захочешь, не найдешь, где посмотреть столько живых выступлений вот этих музыкальных коллективов. Клипы тогда были, кстати говоря, тоже фишка 90-х. Я вот уже не знаю, это началось с кабельного телевидения или с эфирного телевидения, но стали появляться и каналы, которые крутили целенаправленно клипы. Сначала их было один или два, и клипы там крутили современные, то есть там Beatles, Rolling Stones вы уже не встретили бы. Может быть там что-то могли иногда показать из более старых клипов, но это было редко. В основном там крутили современную музыку. В этом было отличие. На кабельных каналах обычных вы могли встретить записи живых концертников прошлых эпох. Ну там 60-е, 70-е, 80-е. А на музыкальных каналах вы видели современную музыку. То, что прям и на Западе в это же время было, если брать западную музыку, а если брать, ну конечно же, наши группы, ну по мере того, как клипы стали появляться, это скорее где-то с 95-го года. То есть вот такие музыкальные каналы, они тоже входят в моду как раз во второй половине 90-х годов. Еще из таких каналов, это, например, в России запуск канала Культура, где подразумевалось, что не будет рекламы или не будет массовой коммерческой рекламы, а передачи будут в основном такие на темы культуры, на темы познавательные, развивающие. Но, честно говоря, этот проект оказался, по-моему, не очень успешным, хотя задумка, в общем-то, неплохая. Таких вот аналогов, грубо говоря, как National Geographic и Discovery Channel у нас не возникло и не смогли как-то сделать. Может быть, не было такой большой целевой аудитории. Но, с другой стороны, те же кабельные каналы. Нельзя сказать, что это был прям такой шлак, где просто пиратские фильмы и пиратские видео демонстрировались с видеокассет. Надо справедливости ради сказать, что к концу 90-х, ну где-то во второй вообще половине 90-х, они стали пытаться развивать авторские программы. Мало-помалу, очень потихоньку, но там стали появляться программы. Я точно помню, что были программы о музыкальных группах, где не просто показывали живые концерты, а вот выступали какие-то комментаторы, авторы этих программ, которые рассказывали о музыке, рассказывали о группах, показывали видео, но это перемежалось и информационными блоками. И это было довольно интересно. Хотя сделано кустарно, сделано на коленке, но по содержанию это было очень интересно и познавательно. И некоторые из кабельных программ делали и довольно интересные новостные и скорее даже такое на стыке новостей и расследований. Вот такая журналистика, примерно то, что делал Невзоров в конце 80-х в программе 600 секунд, вот такой формат, иногда стал появляться и на кабельном телевидении, где оно в основном по локальным событиям. Хотя у Невзорова это было про Питер того времени, а вот в кабельных каналах иногда возникали подобные же проекты по своему локальному городу или региону. И в принципе из этого вырастали интересные журналисты второй половины 90-х. В общем-то для 90-х телевидение было главным каналом массовой коммуникации. Но с другой стороны для телевидения 90-е были периодом огромного подъема, расцвета, когда очень быстро рос рынок рекламы и качественно и количественно. Когда очень много возникло новых программ, гораздо больше, чем за все предшествующие советские десятилетия. Что-то, конечно, шло, может быть, не очень быстро и качественно, но в конце концов продукты, которые стали создаваться уже во второй половине 90-х, они были на голову выше того, что было раньше. И, конечно же, массовое развитие кабельного телевидения, которое раскрыло для постсоветских людей мир и кино, и музыки западной, к которой иначе у них не было бы доступа. Вот такой обзор телевидения 90-х. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь на этом канале, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok